Доброе утро. Все собираются кто куда. Доброе утро у тебя, ты дома стоишь, а? Так я сейчас же на праздник. Ой, как тяжело. Сейчас Афоник у вас, да? Легко. Легко. Антошик, он в костюм свой берет, белая рубашка и брюки. Тебе галстук давать? Он же говорил, без галстуков, без бабочек. А надо белый, значит, галстук. У нас нету белого галстука. Все, я всех провела. Вот такой вот газончик здесь вообще не хватило. Здесь вот так вот он уложен. Здесь мы положили доску, чтобы отпилить от края. Здесь хочу ирис посадить. Все, не такое вот чудо природы у нас получилось. Доброго утра. В общем, сейчас что я хочу себе приготовить, это яичница. Очень хочу яичницу. Чайник уже нагрела, буду кофе пить. И вот так вот напишите, как вы готовите яичницу. Просто я, например, разогреваю очень хорошо масло на сковородке. Потом вбиваю сюда два яйца. Вот я уже их вымола. Сейчас их вобью. Вот они мои два яйца. Дальше что я делаю? Присаливаю немножечко. Вот. И теперь я люблю жидкий желток, поэтому вот этот белок я немножечко вот так вот, чтобы он быстрее прожарился и не был такими сопельками. Вы знаете, как, когда желток жидкий, а вот тут вот белок такой вот, как сопельки. В общем, я люблю прожаренный белок. Аккуратно, чтобы желток не повредить. Потому что, как оказалось, все люди по-разному жарят яичницу. Тут он накрывает крышкой. И тогда все белое получается. И желток и белок в такой белой пелене. Теперь жду немного, когда хорошенечко поджарится белок. Уже вот тут вот будет все поджарено. И желток будет еще желтенький. Вот. И сейчас, как поджарится, я вам покажу. Это очень быстро лучше, что происходит. Я когда выкладывала, немного зацепила вот этот вот желточек. Но ничего страшного. Сейчас быстренько все хлебчиком буду макать. В общем, пить кофе. Всем приятного аппетита. Напишите, как вы жарите себе яичницу. Как вы любите. Еще очень люблю с помидорками. У нас сейчас их нет, поэтому просто. Ну что, вот все. Мой завтрак. Огурчики. Кетчуп вот этот. Он, правда, очень остренький. Вот такой вот. Слабода шашлычный. Ну, для меня лично. И кофе. Так, я привела себя немножечко в порядок к празднику. Сейчас у нас 8.30. Я пойду оденусь. Сейчас одену тоже Афанасия. Еще, наверное, успею сложить постели. И мы уже тогда поедем с ним. Афоня, кстати, выбрала ехать до деда. Ну, там деда нет дома. Дедушка у нас. А Степа и Зоечка дома. Поэтому будет с Зоечкой играть. Все. Мы куда, сынок? А, вот эти я не знаю. Я достала их с прошлого года. Они могут быть маленькие. Дедушка, пап. Ой, нет. Да, это маленькие. Я же вчера просто Зоечке. Нет, вот это большие. Вон его. Это Антошина. Где? Вон. Афоня, доставай. Что ты будешь обувать? Вот эти вот тапочки. Давай, дедушки. Афанасий, привет. Ты красавчик. А, ну. Давай, садись. Будем. Ну, так он куда собрался? Вон до деда. Зоечка будешь? Да. Давай. Хорошо, давай. Что? О, башка Люда. Скажи, у нас только в стаканчике есть. Маргарита вчера привезла. Так пахнет. О, Вован, привет. Привет. Давай. На всю кухню нам. Пахнут? Понюхай. Пахнет. Здравствуйте, здравствуйте. Так, Антошик уже переодевается. Девочки. Девочки. Мама, где мама? Давай, садись. Мы рады вас приветствовать. В этот самый замечательный, светлый праздник. День Победы. Сегодня у нас в гостях приветствуем его Клименко Владимир Дмитриевич. Здравствуйте. Спасибо. Много лет назад закончилась Великая Отечественная война. Ветеранам эта война навсегда запала в душу. А молодому поколению о ней напоминает памятники и обелиски. До фильмы о войне. Это была самая радостная, самая долгожданная весна в их жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok День Победы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Д list train print И разрыв мин и снарядов Теперь уже меня не беспокоят Как бы мне хотелось Сглянуть на доченьку нашу И поиграть с ней Посылаю вам, Василек Представь себе, идет бой Кругом рвут вражеские снаряды Кругом воронки И здесь же растет цветок Никем не защищенный И вдруг очередной взрыв Василек сорван Я его поднимаю И положу в карман гимнастерки Он рост тянулся к солнцу Но его взорвало взрывной волной Пока будет битва С фашистами до последней крови До последнего вздоха Что бы ни произошло Как с этим цветком Митенька, мой дорогой Какие бы испытания тебя не ждали Будь всегда крепким Спокойным Сейчас помогай всем, чем можешь Бить врага словом и делом Народ потом тебе скажет Спасибо Крепко прижимаю тебя к сердцу Милый Витя Ты пишешь, что сейчас вам очень трудно Знаю, но, мой дорогой Сожми крепче зубы И борись со всеми трудностями Итак, знай, что это сделал Проклятый фашист Нужно отомстить ему Из-за разрушенной Счастливой жизни Из-за сотни раненых убитых Из-за кров Из-за слез матерей Нам не приходилось Краснить за твои поступки Надеемся, что Впредь ничего не случится Будь здоров Дыши чаще Никогда я не прожил бы жизнь Сидели мы с тобой Нам не оделось небо Ни голубри Смотри, сквезда Давайте вместе догадаем Чтобы скорее Кончилась война Многие из писем На долгие годы Пережили своих авторов Эти весточки с фронта Бережно хранили всеми Передавали их в музеи И публиковали газеты И сейчас, десятки лет После победы Над фашистами Ручки из фронтовых Писем Все так же проникают Самые И сейчас, десятки лет Может, нету Десанта И не сдавшего Нет Только хуже Он ищет Трюкольный конверт Трюкольное небо Невозможное было Нет Или Пойдем и небо Трюкольное небо Трюкольное небо Слушай, мама Слезы Шовы летом Трюкольники 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 Солдаты подарили в монете Великий май, победный май Еще когда нас не было на свете Когда с победой вы домой вышли Солдаты май, слава вам навеки От всех детей, от всей земли День победы все песни поют 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 Помимо того, что летали пули, взрывались снаряды рядом, еще были не тропинки, а дорожки. А можно было иногда приходить и по болоту, в котором можно было поскользнуться, спотыкнуться, не на ту кочку наступить. Ну да, можно и такое. А вы хотите попробовать все эти опасности пройти? Нет! Я и боялась. Давайте сначала ребята попробуем, а потом все вместе все-таки поиграем, договорились? Хотите? Не спешим, это очень опасно. Нормально разговаривать. Молодец. Хорошо. И снимать. Значит, возможно, это разговаривает. Играется. Нет, может быть. Это ! Не спеши. Ну да. «Россия, Россия, ты моя судьба! Россия, Россия, повторю я родной! Россия, Россия, ты моя любовь!» Слава, мозг и пёс, шиповей, панфиоз, это ты, родная моя, это ты, «Россия, ты моя судьба!» «Россия, ты моя судьба!» «Россия, ты моя судьба!» «Мир — это когда гремит весенний гром и не троходит пушкать». «Мир — это когда мама, папа, я рядом». «Мир — это жизнь!» «И этой песней мы хотим сказать всем ветеранам в вашем лице спасибо!» «Россия, ты моя судьба!» «Россия, ты моя судьба!» «Милый мой друг, добрый мой друг, людям так хочется мира!» «И если опять, сердце опять, мир устает постоянно!» «Пусть всегда будет солнце!» «Пусть всегда будет небо!» «Пусть всегда будет мама!» «Пусть всегда буду я!» «Пусть всегда будет солнце!» «Пусть всегда будет небо!» «Пусть всегда будет мама!» «Пусть всегда буду я!» «Пусть всегда будет солнце!» «Пусть всегда будет небо!» «Пусть всегда будет мама!» «Пусть всегда буду я!» «Пусть всегда был немножечко!» «Последнего призова в главе этой проклятой войны» «Ну, покончил полный седьмой недосудие, закончил война». Жили в многодетных семейной из нас было Северного, отец шёл воевать. Среди семей я был самый старший. В 1942 году, ну, как обычно, молодёжь была, вступила в Косовол. Призыв в то время брали на школь 17 лет. Ну, мне, значит, это был шок в 1943-1944 год. Ну, по каким-то образом я, или по платам, ушёл я в страны на полгода. Косовольцам, значит, был набор, отбил я в Сибири, в Сибирь выполняла войска. Ну, а тут друг мой, значит, был набор в авиации, вот в авиации у них как-то. Ну, а тут второй набор в лот. Мне удалось, вот, пройти флот в комиссию. Призывался я в городе Омске, вот, и попал по назначению в учебный разряд подводного плавания Тихьянского флота, где окончил его с успехом. И был направлен на Северный флот. Так как на Тихьянске там был учебный отряд под плава, готовили нас. Учиться надо было год. Ну, в связи, наши лодки были там, на Северном, немного туда меня, значит, после окончания. Вот. А тут окончилась война, война с Японией. Нас сюда. Вот. И войну я закончил с японским собранием. Вернер я, конечно, не брал. Вот. В окопах и сидел. Ну, сидел на больших глубинах. Служил на подводной лодке Л-18, последнего. Выпуска была 1939 года. Вот. 65 человек у нас был экипаж. По специальности я был торпедист. Знаешь, торпеды, это разное морское оружие. Вот. Ну, много был я, значит, у подводников так. Задание дают автономность. Автономное плавание. Как обычно, а на этом уже задание нам в автономку много раз выходил. Эпок идёт, не знает куда. И командир не знает. Даётся задание. Лодка приходит в заданный район. Там ещё. Идея суда. Автономный клаванец, там пять судов. Лодка не возвращается. Знаете, где она находится? Это всё было секретом, конечно. Мы и сами не знали, где там Турман идёт. Вот. Ну, лодка дизельная, не атомная. Она дизельная служит. Ну, что бы ещё сказать? Давайте, ребята, скажем всем нашим трансам большое спасибо, да? Ну, служил я семь с половиной лет. Два года с половиной война закончил. Это был последний призыв нас. Мы все тогда служили. Вот. Во блоке было пять лет. В авиации четыре. Ну, по пусть приходится. Ну, нам досталось это. По семь. Ну, я прихватил ещё полгода. В авиации. За это время я выбился. Был старшинал. В первой статье, вот, в своё звание. У нас было пять человек старшин. А замены не оказалось. По приказу командира на полгодика ещё. Ну, и так вот тянул семь с половиной лет. Батя Иванович. Я столько не обидался. Бедовщины не знал, как обычно. Мне сейчас удивительно. Вот мне, меня в этом году, я ещё раз глазами, друзья. Это мне сил добавляет. У меня сил в этом году юбилейный год. Мне исполняется 90 лет. Да, да. Нас поздравляем. Ну, что ж, жена у меня появилась. Там я себе, а? Ну, а жену, наверное, с утруной бы и знает. Валентина Ивановна в этой школе работает. Ей восемьдесят шесть. Это после семилетней службы была моя первая. Так вот. Много был, значит, после войны. Море есть море. Конечно, такого детства я не видел. Как честные внуки и правнуки. Это для меня. Я последнего призыва в армии этой проклятой войны. Ну, покончил, не полный, седьмой недосуд, не закончил. Война. Жили. Много детской семьи наш был. Отец ушел воевать. Среди семей я был сам остался. В сорок втором году. В сорок втором году, ну, как обычно, молодежь была, вступила в Константин. Призыв в то время. Призыв в то время. Призывали. Брали наш год. Семнадцать лет. Ну, мне, значит, это был шок в сорок втором и сорок четвертый год. Ну, по каким-то образом я, или по платам, ушел я в страны на полгода. Константин был набор, а был я в Сибири. Сибирь выполняла войска. Ну, а тут друг мой, значит, был набор в авиации. И вот в авиации у них как-то. Ну, а тут второй набор флот. Мне удалось флот пройти в флотскую комиссию. Призывался я в городе Омске. Вот. И попал по назначению в учебный разряд подводного плавания Тихьянского флота. где окончил его с успехом. И был направлен на Северный флот. Так как на Тихьянске там был учебный отряд под плаво готовили нас. Учиться надо было год. Вот. Ну, в связи наши лодки теперь были там на Северном. Немного туда меня, значит, после окончания. Вот. А тут окончилась война. Война с Японией. Нас сюда. Да. Вот. И войну я закончил с японскими самураями. Берлир я, конечно, не брал. Вот. В окопах и сидел. Ну, сидел на больших глубинах. Служил на подводной лодке Л-18. Последнего выпуска была 1939 года. Вот. 65 человек у нас был экипаж. По специальности я был торпедист. Я знаю торпедовое. Я знаю морское лужье. Вот. Ну, много был я. Значит, у подводников так. Задание дают автономность. Автономное плавание. Как обычно. А на этом уже задание. Да. В автономку много раз выходил. Это придешь, не знаешь куда. И командир не знает. Дается задание. Лодка приходит в заданный район. Там еще. И действует. Автономный районец. Стал пять суток. Лодка не возвращается. Знаете, где она находится. Это все было секретом. Мы и сами не знали, где там штурман идет. Ну, лодка дизельная, не атомная. Она дизельная служит. Ну, что хочу сказать. Давайте, ребята, скажем всем большое. Нашим странам большое спасибо, да? Ну, служил я семь с половиной лет. Два года с половиной война закончил. Это был последний призыв нас. Мы все тогда служили. Вот. Во блоке было пять лет. В авиации четыре. И по пункту приходится. Ну, нам досталось это. По семь. Ну, я прихватил еще полгода. В авиации. За это время я выбился. Был старшинал. В первой статье. У нас было пять человек старшин. А замены не оказалось. По приказу командира на полгодика еще. Все. Ну, и так вот тяну. Семь с половиной лет. Я тоже не обижался. Недовщины не знал, как обычно. Мне сейчас удивительно. Вот мне, мне в этом году, я еще раз глазами был у меня. Это мне сил добавляет. У меня сил в этом году юбилейный год. Мне исполняется 90 лет. Аплодисменты. У нас поздравляем. Спасибо. Ну, что ж. Жена у меня появилась. Сам я сибиряк. Ну, а жену, наверное, судьбу, но и будет, знает. Валентина Ивановна в этой школе работает. Ей восемьдесят шесть. Это после семилетней службы была бы моя первая. Ну что, много было, значит, после войны. Ну, море есть море. Мы уже дома. Сейчас детки ломают весь шоколад. Мы купили здесь много шоколада. Получается одна большая Аленка. Раз, два. А вот еще одна. В общем, нам нужно примерно... Мама, Аленка самая большая. Да, нам нужно примерно семьсот пятьдесят грамм шоколада. И потом еще в него нужно добавить немножечко подсолнечного масла, чтобы шоколад был именно для фонтана, чтобы он стекал. Мама, я добавлю. Да. А, Сонечка, вот тебе еще шоколадочка. А я... Так, купили мы здесь разные фрукты. Киви, бананы, яблоки, апельсины и груши. Мама, помоги. Помидоры это... Да он сам откроет. Ты откроешь шоколадочку, сынок? В общем, детям доверили ломать шоколад. Так, мы уже начали пробовать. Сейчас давайте за маленький столик. Вот такой вот шоколадный фонтан. А-а-а! Давайте сейчас все поближе за маленький столик. Сейчас папочка нам. Да, кушай. Мама. М-м-м, вкусно, папа? Угу. Барбекю называется. Да. Мама, и мне одно блюдо. Так, все, я помыла весь фонтанчик. Все, мы наелись. Это, конечно, супер сытное вообще блюдо. Фрукты еще остались. Дети будут их кушать. Вот. Сам фонтан. Мне бы хотелось, конечно, чтобы этот шнур отсоединялся. Вот. Ну, я все прекрасно вымыла. Силиконовой лопаткой собрала остатки шоколада. Вот это вот помыла. Из трех частей он состоит. Вот это вот ставится вот сюда вот. Вот. Вот этой вот стороной, да. И сверху все накрывается. Вот так вот здесь он стоит. Так, что еще хотела рассказать. Здесь два режима. Если включить второй, то будет просто греться низ. И сюда складывать нужно шоколад. Вот. Сам кусочки в нижний поддон. И она будет нагреваться. И в течение получаса примерно шоколад расплавится. Мы расплавляли на водяной бане. И сюда уже заливали расплавленный шоколад. А режим один включается. Это сам двигатель вот этот, который вот этот вот шоколад подымает по самой вот этой вот трубе. И фонтан получается. Так, и вот еще столько шоколада осталось. Поэтому к нему еще добавлять шоколад. Сейчас я этот уберу в холодильник. И повторно можно использовать. Так, мы вяжем щавель. Охонька спит. Вы там на меня смотрите, как будто я вот такой... Какая-то база... Какая-то база не стоит. Мами, детки и... Бамки! Да, Антоша всем помогает. Ну что, а я там дрова. Так, ну что, у нас уже почти пять часов. Тут жди меня идет. Я сейчас смотрю как раз по поводу Великой Отечественной войны. Такая, конечно, тяжелая передача. Вот готовлю ужин. Вот, чтобы быстро... Что нужно быстренько приготовить? Здесь у меня гречка в мультиварке. Здесь у меня суп. Еще я вот готовила в мультиварке его. Ну разогрею, если вдруг кто будет. Если нет, то тогда рекс. Здесь курочка с моего дня рождения. Я ее замораживала, вот достала размораживаться. И сейчас ее в духовочку отправлю подогреться. Вот там два огурца есть. Два розовеньких помидорчика. Так что сейчас приготовлю салатик. Все, я приготовила уже ужин. Гречка в мультиварке со сливочным маслом. Курица подогретая в духовке. И салатик. Так, все, папуля с Антохой ужинает. Ахоня уже покушал, да, папа? Да. Мы с Григорием тоже подъели. Сейчас едем на тренировочку. Сына! Пока! Ты будешь дома, а с кем ты будешь дома? С Антошей, а еще с кем? С дедушкой? С дедушкой. Да, дедушка сейчас уже поедет домой, да? Ага, да. Ну, тогда иди папе скажи. Привет, Дашенька. Привет. Все, сыноречка, мы поехали. Григорий уже на карате, я сейчас заехала. И купила себе сковородку. Вот такую вот с полосочками. Можно считать, что это подарок от кумы и от кума. Такая вот био. Чугунная с ручкой. Мне кажется, здоровская. Мы хотели такую, чтобы была именно чугунная. Для того, чтобы можно было ее на костре. Так что, в общем, я теперь счастлива. Гриша думала, что это пицца, а это всего лишь сковородка. Ну блин, а сковородка какая-то. До стейка. Со съемной ручкой, но я уже говорила, потом откроем, покажем. Так, что я еще здесь купила? Взяла брошюрку, товар недели в магните. Так, купила себе хлеб для тостов. Это для этих. Это соевый соус. Для рус. Это что? Это слизки для кофе. Это вот тоже для тостов. Вот такой зелень очень вкусный. Кефир майкопский. Это спагетти. Это спагетти. Это лучшие. Это эти. Наши любимые печенья. Не мои, не мои. Ну мои любимые. Это бантики. Это бантики. Еще один кефир агрокомплексовский. Вы два попробуете. Угу. А. Так, руки мыть и умываться. И печельки. Давай, только открывайся потихоньку. Хорошо, как-то все. Вот такая вот сковородочка. Чубная. Со съемной ручкой. Ручка вот здесь просто получается в базе вставляется. И вот так вот. Это очень удобно, потому что мы лично хотим ее на костре использовать. Так, и здесь на сковороде, на коробке написано, как за ней ухаживать. Как подготовить чугунную посуду. Сначала его нужно тщательно вымыть. Потом проколить посуду с солью в течение 10-20 минут, перемешивая при этом соль. Дальше соль необходимо высыпать, дать остыть сковороде и помыть опять сковородку и вытереть насухо. После чего опять нагреть сковороду и маслом ее натереть. То есть и хранить сковородке тоже нужно натертым маслом подсолнечным, чтобы они не ржавели. Но если ржавчина появилась, то это тоже ничего страшного. Ее нужно все удалить полностью щеткой. И после чего нагреть сковородку и натереть ее маслом. Я говорю, ну вот теперь объяснили, что ты выгадала. Том, тебе один кусок резать, а теперь два куска резать. Что ты себя снимаешь? Называется математический склад у мамы. Это я же говорю, это без мыла в жопу не лезешь. Тут сзади так же умеешь говорить. Не, ну оно так и есть, короче, чтоб просто положить, чтоб себе придумать какие-то... Это с двумя неизвестными, как ты говоришь, энд и энд кусок. Хер поймешь, какие хрен. Тебя, Серега, должен по мыши кусать. А у нас будет сейчас опять шоколад. Шоколадный фонтан будет сейчас, Сержень. Курицу не ешь, она невкусная. Хорошо, ладно, я невкусная курица. Я не буду. Ну что? Ну что? Ну сейчас раз все, можно обратиться? Да, да. Она загорелась. Смотришь. Смотришь. Смотришь, так хорошо, да? Вилочку бери. Степаш, ты будешь? Нет. Тебе бери... Григорий дай, пожалуйста, ага, ему вилочку. Зоя, иди к маме, мама даст. Зоя же с вилочкой. Зоечка, ты к мамочке, хорошо? Мам, я сейчас возьму вилку, а маму конфеты. Вот, дай у Зои вилку возьму. Зоя? Да, дай вилку. Да. Подожди к маме, Зоя! Маме, иди сюда. Маша, сломай, мама, удаст, Вера. Вера, дай Зою. У меня упало. Лови. У меня так тоже падало, Кирюш. Гришуль, дай тарелочку себе. Мы выключили фонтан. В общем, мы сюда добавили совсем чуть-чуть подсолнечного масла, и он прям подзастыл. Шоколад вот так вот он был, только сверху немножко были пузырики. То есть через минут, наверное, 5-10, да, он застыл. То есть нужно чуть больше подсолнечного масла, чтобы он растекался. Да нет, мы же в обед добавляли больше, да, подсолнечного масла. Он прям хорошо львился все время. Чтобы продукт не пропадал. Молоко, шоколадное? Да. Да нет, я же его опять же туда в судочек положу. А мы опять же дурака играем. Я не дура. Дурака и дура. Пойдем глянем, что там наши дети. Афоничка, а что ты тут рассыпал-то, сынок? Вот. На чуть-чуть. Да? Да. А на ногтях? Не грызи ногти. Что это за грызение ногтей? Я умею так. Кто там? Кто там? Покажите. Так, это плохое. Что это? Бумажки. Покажите. Заянечка, а ты там что строишь? Афон, не надо. Да, куда? Зоя тут сама, да? Ничего там не хватает. Одеяло. Афон, давай спать. Я тоже. А давай построим домик. Заянечка, а что ты строишь? Мама, мы построим домик. А кто все это будет убирать? А мы нам оставим домик. Ну как, если вы все это уберете, то можно. Можно. Вы будете это убирать, Маргарита? Тяжело. Будешь это убирать, Маргарита? Да. Вот. Вот здесь мы построим крышку. Баба-бан. 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 Заюня. Ты домой едешь? Дома у тебя, Андрюша, заберешь. Именно надо. Все, Заюничка, домой, да, Зоя? Я что сказал? Аро, домой. Сказали домой, значит, домой. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Давай, Зоя, помогу обуться. Нет. Да, давай я помогу. Вера. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok